С ключевым словом inline все попроще. У ключевого слова inline есть только одно значение, в отличие от ключевого слова static. Когда мы указываем ключевое слово inline перед некоторой функцией, мы таким образом подсказываем компилятору, что данная функция достаточно проста для того, чтобы ее можно было встроить. Под встраиванием понимается замена формального вызова функции на тело этой функции. Давайте пытаемся объяснить на следующем простом примере. Пусть у нас есть некоторая очень простая функция, например, визведение в квадрат. Тело этой функции состоит, по сути, из одного умножения. Если вызывать эту функцию, как любую другую функцию, то есть, так как я объяснял на одной из первых лекций, складывание параметра на стек, передвигая frame pointer, stack pointer, разворачивая стек, сворачивая стек, копируя возвращаемое значение и так далее, то при этом произойдет множество накладных расходов. Для данной функции это довольно серьезно. Сама функция состоит из одного умножения, а накладных расходов там довольно много. Получается, что накладные расходы здесь по своей стоимости, по сложности, они больше, чем сложность самой функции. Поэтому намного эффективнее было бы такую функцию вместо ее реального вызова просто заменить на одно умножение. Это и называется встраивание функции. Для того, чтобы подсказать компилятору, что данная функция довольно проста, используется ключевое слово inline. Ключевое слово inline накладывает также некоторые ограничения. Если функция объявлена с ключевым словом inline, то в месте ее вызова должно быть известно определение этой функции. То есть не получится разделить inline функцию на объявление в заголовочной файле и реализацию в некотором файле с кодом. Потому что если вы пытаетесь вызвать эту функцию теперь в третьем файле, то в нем, в месте вызова, не будет известно определение. Таким образом, данная функция там вызвана быть не сможет. Зачем нужно тело в момент вызова? Для того, чтобы понять, как ее встраивать. То есть если написано, что функция достаточно проста, чтобы ее встроить, то компилятор должен попытаться ее встроить. А если у него нет определения, то есть он не видел тело этой функции, то он не сможет это сделать. Поэтому это считается ошибкой. Поэтому inline функции можно определять в заголовочных файлах и более того, стоит определять в заголовочных файлах, если вы хотите, чтобы эта функция использовалась в нескольких единицах трансляции. Например, все методы, определенные внутри классов, они по умолчанию являются inline. Это объясняет, почему при определении класса в заголовочном файле и включении данного в заголовочный файла в нескольких единиц трансляции мы не получали ошибку. По-хорошему, за счет того, что у нас методы этого класса были бы независимо скомпилированы в нескольких единиц трансляции, мы на этапе линковки должны были бы получить ошибку. У нас было бы несколько реализаций одной и той же функции. Но на практике мы эту ошибку не получали. Теперь понятно, почему ее не было, потому что эти методы по умолчанию все объявлены как inline. То есть это inline туда можно самим написать, но это ни на что не повлияет. То есть эти методы уже inline. Подчеркиваю, это касается тех методов, которые определены прямо внутри объявления класса. При линковке из всех версий inline функций, как и обычные функции, inline функции будут скомпилированы каждый раз. Просто при линковке inline функции обрабатываются специальным образом. Из всех inline функций будет выбрана одна. То есть из всех ее скомпилированных копий будет выбрана только одна копия, при этом какая-то, но никто не говорит какая. Потому что компилятор предполагает, что они все идентичны. Важное требование, чтобы все определения этой inline функции были идентичными. Если они не идентичны, то тут нарушится некоторое базовое правило C++, про которое мы поговорим на следующем слайде. Для того, чтобы можно было из всех различных скомпилированных версий, различных, в смысле в разных единицах трансляции, этой inline функции выбрать одну и не думать про ту. Не искать тут подвоха. Эти все копии inline функций должны быть идентичными. Важный момент, тут последний, но в действительности один из самых важных. это то, что ключевое слово inline — это совет компилятора, а не указ. В действительности компилятор вполне спокойно может наплевать на ваш совет, решить, что он поумнее, чем вы. Он может не встроить эту функцию просто потому, что она слишком сложная. Он может не встроить эту функцию просто потому, что ее теоретически невозможно встроить, если она использует сложную рекурсию. То есть, в принципе, слово inline — это некоторый совет компилятору, и зачастую слово inline используется не для того, чтобы подсказать компилятору, что данная функция достаточно проста. В действительности компилятор довольно умный, и он сам для некоторых функций понимает, что он может их встроить. Компилятор довольно хорошо умеет оптимизировать, но современные компиляторы, они вообще очень умные. Слово inline очень часто используется просто для того, чтобы функцию описать внутри заголовочного файла. Не разбивать ее на объявление в заголовочном файле и реализацию где-то отдельно, а прямо сразу же описать ее в заголовочном файле. Таким образом можно реализовать целые большие библиотеки, которые состоят только из заголовочных файлов. То есть все функции определять прямо в заголовочных файлах. Ну и для того, чтобы не было ошибок при линковке, используется ключевое слово inline. У таких библиотек есть некоторые проблемы. Ну, понятное дело, что с одной стороны мы тут получили очень удобную конструкцию, чем-то мы должны поплатиться. А платимся мы временем компиляции за счет того, что заголовочные файлы становятся очень большими, и в каждой единице трансляции все эти заголовочные файлы приходится компилировать, и каждую эту функцию приходится компилировать по многу раз, мы получаем очень длинный этап компиляции, то есть куча времени на это тратится. Поэтому не стоит сразу же бросаться переделывать все ваши проекты в, что называется, header-based, проекты, состоящие из одних заголовочных файлов и одного файла с кодом. Ну, это приведет к тому, что время компиляции довольно сильно возрастет. Продолжение следует... Продолжение следует...